Выдающиеся открытия, новые технологии и имена, гремевшие на весь мир. Кулибин, Менделеев, Уманосов, Пирогов, Цалковский, Вернадский, Сеченов. Россия по праву исторически принадлежит числу великих научных держав. Еще со времен Петра I отечественная наука развивалась в неразрывной связи с практикой, помогала стране отвечать на большие вызовы, говорили участники круглого стола, посвященного истории российского лидерства в области фундаментальной науки и инноваций. Известно, с каким огромным вниманием будущий император относился к развитию отечественного кораблестроения, которое до сих пор остается одной из самых наукоемких отраслей. Именно по указу Петра I в новой основанной им северной столице появилась Санкт-Петербургская академия наук, членами которой стали математик Леонард Эйлер, братья Даниил и Николай Бернули, историк Герхард Миллер и многие другие выдающиеся умы того времени. Текущий 2021 год, как известно, был объявлен президентом годом науки и технологий. Его главной задачей стало привлечение талантливой молодежи в эту сферу. Первые итоги подвели в Доме Рио. Обсуждение проходило в онлайн-формате. Как говорили, собравшиеся только на федеральном уровне было разработано порядка 85 проектов. От производства антиковидных препаратов до запуска самого мощного термоядерного реактора. Сегодня нам есть кем и чем гордиться. В этом году впервые была вручена международная премия России ЮНЕСКО в области фундаментальных наук имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Одним из лауреатов стал наш соотечественник, академик Юрий Цалакович Аганесян. Опираясь на сильные заделы советской и российской науки, сегодня мы должны выходить на новый уровень исследований и разработок. Залог успешного развития в сфере инноваций и новых технологий это приток новых кадров. А потому особое внимание необходимо уделять развитию образовательных программ и привлечения в науку школьников и студентов. Работа по созданию кадрового резерва талантливых молодых ученых на сегодня одна из приоритетных задач на уровне государства. Большая работа в рамках этого направления ведется в образовательном центре «Сириус». Создание такой развивающей среды это, наверное, особое искусство и это залог такого серьезного отношения партнеров к «Сириусу», к каждому, кто здесь учится. За это отдельное вам спасибо. Мы подготовили соглашение, которое нам позволит разработать детальный план мероприятий. В том числе буду признательна, если вы, Сергей Евгеньевич, примете участие в работе геральдического совета. Сотрудничеству с образовательным центром «Сириус» российское историческое общество уделяет самое пристальное внимание. Совместные учебные проекты стартуют уже в следующем году и предполагают развитие нового гуманитарного направления. Совсем скоро мы подпишем между российским историческим обществом и образовательным центром «Сириус» соглашения и поставим нашу работу на такие фундаментальные основы. Однако век цифровых технологий и вызовов, которые бросают человечеству пандемия, значение гуманитарных наук отошло на второй план и абсолютно незаслуженно. Достаточно вспомнить лишь несколько открытий, в буквальном смысле перевернувших научный мир. В их числе, например, работы Кнорозова по расшифровке письменности племен Майя. Труды наших археологов, сравнительно недавно открывших так называемую алтайскую принцессу, что в значительной мере повлияло на всю датировку истории человечества и многие другие фундаментальные, если не сказать глобальные проекты. Именно в России, в Советском Союзе в то время были сделаны переводы ислама, переводы Корана, которые произвели огромное влияние на все исламоведение в мире. К сожалению, сегодня это мало вспоминается. Но для того, чтобы таких пробелов в памяти было меньше, при поддержке фонда Истории Отечества Свет недавно увидела новая книга «Изобретение, изменивший мир. История российских новаторов». Под одним переплетом собраны тысячи имен выдающихся инженеров и ученых. В книге рассказывается о наиболее значимых разработках наших соотечественников, оказавших значительное влияние на ход мирового научно-технического прогресса. Под эгидой российского исторического общества и при личной поддержке и патронате Сергея Евгеньевича Нарышкина мы сделали книгу, написали, в которой собраны изобретения человечества, масштабно повлиявшие не только на научно-технический прогресс, но и на ход истории в целом. Для того, чтобы сохранилась преемственность, необходимо, чтобы новые поколения разработчиков, вдохновляясь совершениями своих предшественников, находили неординарные решения для совершенствования самых разных сфер жизни. Пожалуй, одна из главных задач года науки – это показать новым поколениям, что для того, чтобы стать успешным ученым, вовсе не нужно уезжать из страны. Тенденция по утечке мозгов, наметившаяся после распада Советского Союза, должна идти на спад. И по факту уже идет. Служба информации Фонда История Отечества.